Всем привет, с вами Сэр Трагладид и мы играем в героев третьих. Мое первое на канале PvP, то есть противостояние за живым человеком. Это вторая часть состязания. Если вы не смотрели первую, наверное лучше начать с нее. Война проходит на шаблоне Джебус Кросс, средний размер, 130% сложности. Я играю за башню Салмир, мой оппонент за Мефалу Аплот, эльфы против Нак. В первой части мне удалось выучить взрыв, подкопить силы и вырваться в центр, где основные сокровища, победив 45 костяных драконов, 9 из которых были призраки. Победить то я победил, но победа была весьма пирова. Армии после этого осталось немного. Но я конечно не унывал, ведь у меня был взрыв в 1000 урона, в одном шаге было массовое замедление, а еще вокруг было много-много существ 7 уровня, которые охраняли ящики Пандоры, которые просто ломились от чего-то вкусного и неизвестного. Но к сожалению Салмир не успел воспользоваться этими благами, потому что ровно в 4 утра на него напала Мефала с севера, с зеленым флагом и холодными эльфийскими глазами. Армии Салмира нечего было противопоставить железной коре, темному эльфийскому кунг-фу, позволяющим защищаться без потерь. Даже поцарапать противника было крайне сложно. Поэтому дважды показав всю мощь взрыва, Салмир решил тактически отступить. Эльфийские газеты писали про позорное бегство, но кто же им поверит. С началом новой недели мы выкупили всю арму и готовы ринуться в бой, взять так сказать кровавый реванш. Однако интрига в том, успеет ли Мефала получить свое подкрепление из своего замка. Об этом вторая серия. А, и чуть не забыл, в первой части была неделя Аардварка, и я гадал, что это за несуразное существо. Это оказался трубкозуб или африканский муравьед. Выглядит он вот так. А мой муняшка. Положение, конечно, осадное, непростое, но мы не унываем. Вокруг много снега. Будем лепить снеговичков, оживлять их, что умеем, то умеем, и отправлять их в бой. О, Туриз решила напасть, видимо, я думала, что это Салмир, ну, как Брон в свое время, да? А это Фафнер. Тот самый Фафнер, который испил из коробки Пандоры 20 тысяч опыта. И теперь, хе-хе-хе, мне кажется, Туриз не угадала. О, да. Это прикольно. А, пишет оппонент щит. О, трогладит щит. А мы тем временем будем летать горгулей туда-сюда, кидаться магической стрелой. И победа будет за нами. Будет знать, как говорится, как нападать на наших маленьких беззащитных героев. Угу, победа. Так, надо написать, что следующий, мол, next. Хе-хе-хе-хе. Да, продолжаю выпендриваться сейчас. Every secondary hero is appreciated in my army. Мол, дескать, даже вторичные герои у нас герои. Это как бы давняя известная политика. Так, дубль два, дубль два. Ага, то есть, ну лейм, конечно, да. Че тут скажешь? Жаль, жаль, жаль. Но ничего страшного. Мы продолжаем. Жалко, конечно, старину Фафнера. Но я уверен, что возмездие молнии упадет на головы неверных. А то еще и отскочит несколько раз. Так, Мефала захватывает Ангелятню. Побеждает Грифонов. Я вижу, сколько у нее армий. Потому что я сколдовал Виженс, Ведение. И знаю точно, сколько у нее и кого. К сожалению, у нее в эту армию сейчас добавятся Ангелы. Но чего уж делать. Ну, как бы видеть армию это одно. Разведка, все дела, очень важно. Но, к сожалению, победить эту армию совсем другое. Салмир очень хочет успеть добежать до Мефала до того, какие подвезут подкрепления. Или хотя бы победить Гидр. Потому что тогда у него будет шанс на пару уровней. И на массовое замедление. А с ним, я надеюсь, будет все-таки попроще. Вот. Ну, такие вот у нас пока мечты, размышления. Вот. И между тем, наш оппонент громит Грифонов налево и направо. Интересно, сколько там будет. На самом деле, если будет 5, да. То есть 50 Грифонов. Мне кажется, они его съедят скорее больше. Вот. Ну, а вот 2-3 Ангела, да. Я думаю, вполне он может достать. И это будет достаточно неприятно. Намекаю, что я слежу за ним, да. Грифонская консерватория. А ну вот он, собственно, вышел. Ага. Но Ангелов не прибавилось. Видимо, потому что все еще идет, типа, как мой предыдущий ход. И поэтому я пока ничего не вижу. Раскачанная, конечно, уже стала. 7, 9, 5, 2. Но я думаю, все равно не страшно. Потому что, ну, воевать ему практически больше некем. Один из единорогов. Ну, это туда-сюда. Да. Пегасов вообще не беру. Легкая в эту авиацию. Ну, вот соточка кентавров. Ну, тоже как бы это как раз 100 на 10. Это один взрыв. Ну, поехали. Давайте посмотрим, сколько у него ангелов. Благо, есть видение. Ммм, 2. Реально. А, извините, я же не пишу по-русски. Я пишу 2, indeed. Как английский лорд. Ну, он мне писал, что пойдет, захватит парочку ангелов. И как бы парочкой получилось 2. Вот. Давайте гундулу накажем. Ух, что это там стопчет серные наши песчаные дюны. Вот. Но, к сожалению, Салмир не доскакивает. Ага. Что делать? Ну, можно попробовать до героя нижнего добежать. Но она маленькая. Это неинтересно. Птицу рубануть. Ну, вообще бессмысленно. Мы скорее потеряем все. Поэтому, наверное, выдвинемся. Она должна забежать в ее замок. Ну, который ее. Который, на самом деле, мой. Да. Замок болотный. Но уже, видимо, пока ее. А мы, тем временем, сможем убить гидр без потерь со взрывом. Я думаю, это будет легко. Вот. Ну, и вообще пора нанимать рису, мне кажется. Да. То есть, как бы, риса неоднократно показывала свое превосходство. Абсолютное. Вот. И мне кажется, да. Она будет нашим фалом последней надежды, так сказать. Не добегаем чуть-чуть. Давай, наверное, Шиве, да, сдадим. Угу. Так. Отбежим. Шива донесет это Сауниру. Ну, все равно. 34 гремлина, как бы, лишним не бывают. Да, учитывая размеры моей армии. Отряда. Не знаю, там. Полка, роты. Ну, в общем, у нас не очень много войск. Поэтому, даже там 30 гремлинят вполне себе нам подойдут. Тарасар не собирается играть в героя. Он вот тут вот на задних планах, так сказать, на подтанцовочке. Вот. Ну, и... Ну, и да. Дилаида. Что-то австралийское, если не ошибаюсь. Напишу-ка я противнику. Let me kill Hidras. Дай мне, пожалуйста, говорю, убить Гидр. И мы с тобой спокойно посражаемся. Вот. Ну, наверное, на войне, как на войне. Но, посмотрим. В общем, Салмир, матерясь, побежал по грязевым дорогам. Выдвнулся вперед и подставился. Ну, или как посмотреть. Готовимся, короче, к битве. Я думаю, все у нас получится. Ну, все, наверное. Тут сейчас еще, может быть, что пишет? Ну, не знаю. Мне воевать пока нечем. Так, мифала, мифала. Воевать-то тебе, конечно, нечем. Но вот кто-то там появился. Гурнисон. Надеюсь, в общем, не успеют доставить. Мне как раз один ходик-то и нужен. А нет, она куда-то бежит. Что-то кого-то. В общем, похоже, что, опять же, Вижен завис как бы на прошлом ходе. И я просто не вижу, кого ей передают. Скорее всего, ей передают кого-то. Кстати, у нее еще в замоке есть Тамина. Там, вон, тоже войска какие-то есть. Но, наверное, мы их пока не считаем за угрозу. Угроза у нас насущная. И у нее прекрасные глаза. И тонкие аристократические черты лица. Эх, не воевали бы, так влюбился бы. Но, увы. Увы, судьба нас развела. Она зеленая, мы голубой. Эх. Так, еще разок. Ага. Ага. То есть, у меня был хитрый план. То, что я выдвигаюсь и успеваю ее доубивать. А она сама на меня прет. Блин. Ну, видимо, да. Видимо, еще разок. Что делать-то? Конечно. Го-го, говорю ей. Типа, это. Подходи. Бодрюсь. Может, испугается. Угу. И ей подвезли. Ли. И коряги. И кентавров. Блин. Как много-то, а. Бычки откуда-то появились. Да. И опять вот это благодаря тактике. Вот, черт возьми. Я перезапишу видео про вторичные навыки и скажу. Тактика. Самый, блин, лучший читерный навык на свете. Ну, кому? Он сокращает дистанцию просто вот на раз. И сейчас все, абсолютно все, дойдут и добьют мои существа. Я едва успею что-то сделать. О, еще массовое замедление. Не, ну, конечно, стоило ждать после массового взрыва. Кстати, заметьте, архмаги не замедлились. Почему? Потому что у меня есть замечательные сапоги. Вот. Ну, вот остается-то как бы искать хоть что-то положительное. Да. В этом куске большого соинства. Дольку ветчины. Вот. Дольки кабана. Да. Кстати, пятнадцки этих-то тоже раздают. Очень даже неплохо. Угу. Ну, наконец-то ход наш. Ход наш. Чего мы хотим сделать? Чего, чего, чего. Ну, как бы тут тоже вариантов немного. Либо взрыв, либо... Что у нас там еще есть? Метеоритный дождик. Вот молния бьет всего шот шот семь. Да, то есть четыре подскока. Она не сможет ударить столько же, сколько взрыв. Эх, жаль. Ну, или метеоритным дождем можно двоих зацепить. Ну, и вообще молнию куда-то спускать, вообще, игре не ясно. Потому что они все уже рядышком со мной. Вот. Одиннадцать архмагов убили восемь. Восемь кентавров. Пришлось добивать 127 кентавров взрывом. Ну, кстати... Кстати, неплохо, да. Ну, понятное дело, я никак не атакую. Я вообще даже не выпендриваюсь. Потому что, понятно, как бы... Любой удар, исключением на гунь, потому что им-то не отвечают. Ну, какой руке ответить? Тут очень сложно понять. Я стараюсь не бить, потому что... Ну, это достаточно бессмысленно, да. То есть, ну, только с отмашки умру и все. Вот. Но битва, в принципе, проходит, как бы... Неплохо. Наверное, все-таки, к сожалению, за... Затравать-ка на следующую битву. Но следующую битву-то уж точно мы проведем. Правда, с кем? Не знаю. Ну, там возьмем каких-нибудь там... Правда, крестьян, снеговичков. Он делает защиту от магии земли. Ах, ах, негодяй, а! То есть, взрыв у него будет... Да, я очень грамотно подставился. Молодец. Четенько. Волнуюсь. Ах... То есть, у него взрыв будет уносить вдвое меньше урона. Вот. Это, конечно, не очень хорошо. Ага. Ослепленные гремлины. Видимо, никогда не видели такое великолепие. Вот. Давайте-ка еще, наверное, жахнем. А, молнию не пускают. Не дают. Ага. Видимо, у него и амулет есть. Брелок отрицательности. По-моему, так он переводился. А... Да не знаю. Пока... Куда? Куда? Чего? Чего делать? Я не знаю. Деритным дождичком полить. Но у него, опять же, защита от магии земли. То есть, вдвое меньше он будет наносить урона. Рамагеддон кинуть. Ну, нет. Наверное, это уж как-то совсем. Пегасы мне нравятся. В общем, я выбираю, как бы, таким этим перстом смерти. На кого показать. Так, так, так. Ну, не знаю. Тут, видите, одни стреляют. В смысле, летают. Вторые красивые, пухлые. В общем, долго-долго соображаю. Давайте уже, наверное, ходить. Вот так вот, да. Пегасов, чтобы не летали. Потому что, скорее всего, мы будем в замке сейчас отсиживаться. Вот. Наш ход, наш ход. Да, продолжаем играть от обороны. И, на самом деле, вот такое местоположение лабиринтиком, да. То, что от главного замка до болотного замка, ну, моей деревушке, очень сложно добраться. Я вначале думаю, что это плохо и печаль. А сейчас, на самом деле, это даже и неплохо. Потому что Мефала, этот Наполеон до нас, не доскачет за один ход. И это чудесно, это прекрасно. А тем временем, мы будем там отвлекать его цыганами, медведями и прочим. Сами попробуем здесь выбрать 45 лучников. И желательно мастеров, да. Пишет на брелок отрицательность. Ну, да, действительно. Действительно. Что это еще могло быть, которое не может Салмир сколдовать то, что он может сколдовать лучше всех? Молнию, да. С подскоками. Ну, ладно. Не страшно. Не в молнии счастья, а во взрыве. О, мразишь. Слушай, ну, прям герои прошлого вступаются за нас, да. То есть, там, и риса, и вот мразишь, да. Ну, ребят, мне кажется, что это все хорошо. Дух боевой должен подняться. Он пойдет сейчас, наверное, карать эту Аделаиду. Сказать, вторгаться. Не было в Австралии войн, да? Ха-ха-ха. Будут. Вот. Ну, кто-то у меня будет там кенгуру, куальская кунг-фу. Кто еще? Ехидны, наверное, на побегушках. Вот. В общем, мразишь, это хорошо. Он поднимает настроение. Так. Так-так. Здесь пока ничего нет. Ну, в смысле, денег нет. Но, я думаю, мы успеваем. Доход у нас, дай бог. Вот. Ну, и мразишь, наверное, чуть-чуть подождет. Да, так коварно затаится. Вот. За геноцид этих коренных австралийцев отомстит. Это хорошо. Это здорово. А Салмир, не знаю, что. Бегает вокруг замка. Волнуется. Не знаю. Даже вот выдвинуть его вперед. Я не уверен, что это хорошая идея. Потому что, ну, так бы, да. Обидно, что армии-то у него не осталось. То есть, в мировых замок он такой армии вообще не возьмет. Да, то есть, мне вот чуть-чуть вот тут вот походить. Немножко покидать магию. И вот, и все. Враг немножко к нам подошел. И, мне кажется, пришло время для мразишь вперед. Мне кажется, нам удастся сломить их дух. Давайте возьмем мразиша. Вот. Серьезный товарищ. 38 болотных стрелков. Ну, и Аделаида, как бы, да. Сама заманилась. Наивная девчонка. Сейчас мы будем тебя уничтожать. Не боимся, кстати. Говорит, давай, давай. Он еще даже не подозревает. Угу, угу. Причем, кстати, он ошибся. Он был по троим. Но так убил только четырех. Мог бы шести. Но все равно, как бы, это ни о чем. Аману все потратил. Вот. Пишет. Фигня это, а не кольцо холода. Ну, как бы, как бы, да. Вот. И, кстати, сбегает. Взбегает враг. Ну, и мразишь воодушевленный пошел дальше. Сейчас будет еще кого-нибудь мочить. Вот. Взял специально большой меч. Но пока решил в болоте передохнуть. А потом сразу мочить. Продолжаем осуществлять наш гениальный план. Вот у нас уже мастера-лучники. Между прочим, да. То есть, ну, 45 штук это, ну, товарное нормальное число. Да. Уже не стыдно с таким выходить на бой. Ну, посмотрим, посмотрим, как оно пойдет. Давайте, наверное, передадим. Ну, Салмир, да, как бы, он тактически отсиживается в замке. Он не то чтобы боится. И стук зубов это от холода. Вовсе не от страха. Но, тем не менее. Вот армию немножко подсобирает. Ну, и, наверное, четвертый день попробовать как-то подзаманить Мефалу поближе к нам. Чтобы ей не успели доставить. Перехватить, опять же, поставку. И седьмым днем ее рубануть. Вот, наверное, такой план. Вот. Шива. Попробуешь, может, это? Давай, красотка. Покажи себя. Захвати замок. Ну, пока он там пустой. И станешь настоящим героем. Пойдешь в Альгалу перед всеми. Герой-то, блин, у нее совсем не сильный. Ну, что там? 7, 9, там. 5, 2. Вот. Но, видимо, из-за высокого уровня и навыка брони. Эх, тяжело. Тяжело. Ладно, конец хода. Пишет, что боится меня. А, сам, похоже, на Шиву побежал. Эх, бедная Шива. И жизнь-то у нее была не очень-то радостная. С мельниками ночевала, да. И смерть тоже, получается, какая-то немножко бесславная. Я вообще хотел задать теологический вопрос. А вот это считается смертью в бою? Когда золотой дракон просто пыхнет и все. Надеюсь, что считается. Говорит, мне не хватает ударной мощи пробить замок, который будет защищать Салмир. Вообще, да. С этим сложно спорить. Напряжение растет. Прямо саспенс сгущается. Дело в том, что я ей не по зубам в замке. А она мне в чистом поле. И поэтому такая несколько патовая ситуация. Ну, а что мне делать? Ну, естественно, строят цитадель. В любой непонятной ситуации. На самом деле, гром грянул, пора заниматься младшими регионами. Строить что-нибудь в болотах, в замках. Заботятся, так сказать, о народе. Вдруг этот самый народ нас и выручит. Вот, мразиша решили собрать на войну. Дали ему 40 ящерок, 30 гиен. Мне кажется, наша надежда и опора. Ну, по крайней мере, вторичных героев он точно сможет победить. Ну, а в идеале и даже, может быть, донесет чего-нибудь нашему Салмиру. Тарасар, как бы, я не знаю. Ну, да, вот там. Займи место Шивы, иди к Мельнику. Ну, видите, Мельник не дал ему денег. Видимо, да, не оценил его красивую бороду. Так, Гурнисон там скачет у нас. Ага, 5 кентавров белых. Вот, видимо, защитный у них камуфляж, чтобы в снегах от нас прятаться. Вот, но мразиша его выпалит. Не переживайте. Салмир сидит. Расконяются на горгулях. Вот, практически суеверно разделяет их. Знаете, чтобы уж наверняка нас никто там не победил. Хотя, конечно, это бессмысленно. Все равно это возьмется армия из замка. Риса тоже пока военачальница не может ничего предложить нам толкового. Вот, ну вот, единственное, может сейчас поднести. Что пишет? У меня три летающих юнита, которые, по сути, с недельного прироста. Танта так. Ага, ага. Пишет, короче, о сложностях войны против взрыва. Ну, мои сочувствия. Без летающих существ замок будет достаточно проблематично взять. Вот, ну а я позабочусь, чтобы их было поменьше с помощью своих заклинаний. Стоит, видимо, тоже что-то думает. Может, экономикой занимается. Хи кого знает. А, нет, побежал на нас, видимо. Увидел Салмира голышом и решил до нас добежать. Ну, вот, кстати, не добежал. Это радует. А то сейчас, конечно, было бы совсем грустно с одними горгулями с ним воевать. Гурни, I'm coming for you. Йо мразишь. Иду за тобой, Гурнисон. Мразишь, так сказать, на подходе. Да. Наша хитрая тактика сработала. Да, то есть Мифала полезла, скажем так, на рожон. Вон она совсем рядышком. Так, а какой там был шаг второй? Ну, шаг третий был точно профит. Вот шаг второй я не уверен. По-моему, я хотел выдвинуться, подождать до седьмого дня, а сейчас шестой. И давать Салмиручу войско и куда-то идти. Ну, что-то не знаю. Может, в замок его посадить, который цитадель. Сейчас надо сообразить. Сообразить. Ну, потому что с такой армией, наверное, идти вперед все-таки самоубийство. Да? Ну, будем, будем, будем честны с собой. Вот. Ну, кстати, прикольно. У нас есть эта скляночка плюс две единички жизни каждому существу. Соответственно, лучника это было. А на 20% больше жизни. Это чудесно. Тут есть замок. Докупим еще копейщиков. Ну и, наверное, подождем. Вот. Нам не страшен серый волк, так сказать. Думаю, все обойдется. Угу, угу. В главном замке давайте улучшим. Ну, не улучшим. Построим количество горгулей, чтобы было побольше. Ну, мразишь, давай. Че, разбирайся. Я знаю, ты могешь. Угу. Это будет твой второй уже. Вторая голова над камином. Хе-хе-хе. Гурнисон, красивая голова. Атака вон четыре. Ух. А, ну, вот такая вот битва получилась. Жаль. Жаль, 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 жаль. Не жалеем деньги на обучение. В мразише я верю. Вот. Может он мифалок на себя как-то оттянет. А мы там оттапаем цепочку у него. Мне кажется, все будет хорошо. Мразишь не подведет. Ну и, наверное, пока да и все. Ну, давай, мифала. Чем ты отойдешь? Подходи, так сказать. Ух ты, она подходит. Так, так, так. Так, ну что ж, неужели решился? Неужели решился напасть на наш замок? Нет? Ой, 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 ой. Действительно, почему бы не захватить наш главный замок, когда у нас там седьмой день? Ммм. Неожиданно. Риски, конечно, да. Ну, то есть, Салмир не может, к сожалению, с мифалой сражаться в чистом вопле. На главного замка он не добегает, а седьмой день. То есть, я, видимо, сам себя так и перехитрил. Вот она, горе от ума, так сказать. Высоколобые жители башни. Увы. Он, кстати, мразишь потвор вперед. Вот. Сейчас он всех там захватит. Мифала вернется. Хе-хе-хе. А там уже земля мразиша. Эх, хорошо. Ну, не знаю, что делать. Надо разбиваться, наверное, о мифалу. Но, опять же, как ты об нее разобьешься? Даже, блин, разбиться ты об нее не сможешь. Из-за ее тактики, массового замедления и лучников. Вообще всего-всего-всего. Да? Поэтому придется терять существенную армию даже ради того, чтобы разбиться. Блин. Не, ну а какие еще варианты? Ну, просто замок отдавать родной я не готов. Если он просто выкупит, то все. У меня, как бы, ну, крышка каюк. Делать мне, как бы, абсолютно нечего. Угу, угу, угу. Ну, давайте тогда, не знаю, как-нибудь вот так вот хитренько сейчас хоть кого-нибудь сохраним. Да? Ну, мне кажется, пикещиков он не сможет убить всех. Уж слишком они жирные. Каждый по 70 жизни. А, по 10 жизни. А, извините, нет, не по 10 у них жизни. У них плюс 2. У них по 12 жизни, да? То есть, это там 70 на 12. Ну, в общем, да. Достаточно много, мне кажется. Ну, давайте попробуем. Вот. А Тарасарыч чем моментом? Рисе отдает всех товарищей. Ага. И кидается в снег. Вспышка слева. Тюх. Хе-хе-хе. Вот. Так, Риса домой. Все правильно. Вот так. Ну, и теперь осталось всего лишь не умереть. За один ход. Давайте попробуем. Трам-пам-пам. Хе-хе-хе. А, фанфары, все дела. Кстати, да, надо тут тоже что-нибудь сделать. Потому что, ну, Вайтстоун вообще пустой стоит. Да. Наш Белгород любимый. Эх. Хе-хе-хе-хе. Ну, давай, мифала, покажи свой класс. Вот. К сожалению, горгульки, видите, стоят всегда в центре. Так, что их может вдуть дракон. Да, двоих. Вот. Он пишет что-то, да блин. Не уверен я, что это значит. Ну, посмотрим, посмотрим. Так. Мне кажется, коряги не должны дойти. Еинороги не убьют. Эльфы подавно. Хе-хе-хе. Еинорог показал этот конный спорт. Как там правильно, вышагивать. Да. Но никого, конечно, не задел. С чего бы это? Ага. Угу. Так. Да, та же мысль. Жаль, единорог не зацепил своим рогом пару горгуль. Хе-хе. Ну, так чисто. На построении. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Так. Ну, естественно, он подходит всеми войсками вперед. Как тут иначе? Коряга тоже показывает, как правильно маршировать. Ага. Угу. Ну, и ход дракона, видимо, да? Вот. Тупое дерево тоже. Эльфы тоже впереди. Угу. Ну, что, поехали, нет? Конечно, идет массовое замедление. Все сейчас будут сдувать горгуль. Да. Тут по-другому никак. Все верно. Угу. Ангелы. На. Да. О, кстати, всего 16. Совсем неплохо. Все-таки. Не так все и грустно. Вот. Ааа. Мне кажется, с запасом даже должно быть. Угу. 44. Кстати, запас. А, запас что-то как-то испарился. Испарился. Но мы все равно ходим. Скорость 9. Ура, ура. Давайте кого-нибудь, не знаю, взрывом или материтным дождичком польем. Картошечкой, так сказать. Ну, вот, например. Да, Эль, конечно, не нравится Эльфа. Но мне Ангелы, в смысле, больше всех не нравятся. 200 жизней. У них как раз 2 на 200. 400. Отлично. Угу. Ну, и сбегаем. Да. Что делать? Что делать? Такие дела. Угу. Угу. Какой раз мы уже Мефале тактически отступили? Хе-хе. Видимо, третий, да? Ну, Риса тоже в кусты. Вот. Она, конечно, не привыкла. Но Салмир приказал. Ну, и ждем. Ждем, так сказать. Я думаю, сейчас будет могучая осада. Вот. Потому что у нас даже не ров, у нас мины. Мне кажется, шанс у него есть. Понятно, отстраиваем всякие провинции. Вот. Надеемся, что там будут какие-то последние надежды. Меняем. Понятное дело. Ну, даже бараки возведем. Чего бы нет. Хе-хе. Ну, что, будет историческое-то событие. Битва-осада. А? Мефала, давай. Не, Мефала решила отступить. Вот. Ну, мы, естественно, гордимся тем, что освобождаем нашу землю от супостатов. Но на самом деле все правильно. Потому что сейчас Салмир берет армию. И убивает Мефалу без каких-либо вариантов. Потому что у нее совсем как бы мало кого осталось. Вот. А, кстати, может быть, она побежала на Мразиша. Все-таки великий герой, все дела. Ну, сами понимаете, такого лучше придушить, пока он щенок. Но посмотрим, удастся ли это сделать. Потому что Мразиш тот еще. Крендель. Наш ход. И, да, неделя Барсучка, Беджера, это хорошо. Потому что, если была бы неделя Чумы или Чумки, то мы бы не смогли бы никого купить. И это было бы очень-очень грустно. Вот. Воевать было бы вообще не с кем. Но, с другой стороны, у противника тоже сейчас силы поднакопятся, если он сможет их доставить. Ну, вперед побежали за Мефалой. Вот. Ну, конечно, тоже так. Бежать там с 14 магами. И четырьмя нагами. Ну, как-то так. Вот. Честно говоря, даже засомневался. А стоит ли? Вот. Ну, давайте посмотрим. Так, Риса занимает замок. Это хорошо. Мразиш. Эх, не доскакивает. Очень-очень жалко. Кстати, вот Крэкхэга, да. Вот этот нам по плечу. Ну, привет, дорогой. Жалко, у него все кентавры улучшенные. Кентавры-капитаны. Практически майоры. Вот. Он убежит, конечно. Да, у него первая скорость. Но. Но. Мы ломаем ему цепочку. Это очень хорошо. То есть, как раз Крэкхэг стоял там не просто так. Озирал в окрестности. Там выбирал, где бы ему там разбить лагерь. Нет, он осознанно стоял, чтобы передать потом войска. Угу. И мы эту цепочку типа сломали. Вот. По крайней мере на один, как бы, ход героя. Ну, посмотрим, посмотрим. По-моему, у Мефала все-таки логистика. Уж больно быстро она бегает. Что-то выжидает Мефала. Может, конечно, экономикой занимается. Взять бы у нее пару уроков. Но, видите, Салмир, ведьма, давно за девками не гонялся. Поэтому и эту догнать тяжеловато. Эх. А, Стар и Синюшин. А, ну вот. Ага, ага. То есть, да, Мразиша все-таки добегает. Герой с пышной бородой. Хипстерок. Вот. Ну, Мразиш, конечно, шансы есть, мне кажется. Сейчас вот убьем, наверное, парочку золотых драконов. И отступим. Вот такой вот, короче, план. Эх. Да. Да. Но герой, поэтому, никакой против нас, да. То есть, как бы, там, 2-1-2. У нас, извините, 5 силы заклинаний. Вот. Ну, кстати, видите, да, стрелка стоит дороже. Потому что у него пегасы. Пегасы, кстати, создают неблагоприятную ауру для колдования. Вот. Подождем, наверное, еще ходок. Ну, как бы, он не должен успеть нам никого убить. Вот. А мы еще немножко постреляем. Вон, эльфиков поубиваем. Да. Ну, почему нет? О, кстати, даже гномы вон вылезли из своих темных сокровищниц на белый свет. Интересно, кстати, почему их не было в первой армии. Ну, обычно гномов и коряг могут не брать, чтобы герой был быстрее. Да. Но у мифалы точно были коряги. Коряги ходят так же, как гномы. Или даже медленнее. Поэтому непонятно. Ящеры молодцы. Держат удар. Как бы там два золотых дракона. Да хоть кристаллических. Да нам все равно. Вот. Ну, товарищ бородач пытается ускорить и, так сказать, нас убить. Но это ящеры, друг. Это ящеры. Они просто так не сдаются абсолютно. Поэтому мы еще успеем точно кинуть стрелку. Ой, какие быстрые. Мы абсолютно точно успеваем кидать стрелку магическую. Убивая еще пару эльфов. Ненаистных нам. Ну, отчасти потому, что синие ящеры никогда не смогут стрелять так же сильно, как эльфы. Ну, отчасти потому, что они наши враги. Побежали. Девять эльфов. Замразиша. Пока шел ход противника, мы договорились с триландером, что эту замечательную интригу нужно превращать в кульминацию и вести уже дело к развязке. Поэтому он сейчас пьет водичку, чуть-чуть подкачивается и идет на мой замок. И, как бы, последняя битва. Кто победит, тот победит. Последние ходы. Наступает конец света для этой карты. Вон подкрепление. Да. Вон еще, видимо, одно. Так. А Салмир-то, кстати, может заблокировать. Хо-хо-хо. Надо написать, написать. Подождите. Ам. I can block your line and you will not receive your army. Should I do this or just wait, just wait till you come? Угу. Ну, на самом деле, джентльменство уже пошло, потому что мы договорились, что надо из патовой ситуации выходить, и противник нападает на меня в замке. Вот. Но при этом я вижу техническую возможность заблокировать ему подкрепление, и Мефала останется без войск. Вот. У нас, конечно, с войсками тоже проблема, но, мне кажется, шансы у нас бы увеличились. А, ну, он пишет, как хочешь, давай, как говорили, жди в замке. Ну, окей. Тогда, наверное, не пойду. Уговор, наверное, дороже денег. Риса, меж тем, мунструет войска, отбирает лучших. Ага. Ну, да, дил. Соглашаемся с оппонентом, что, ну, раз договорились, значит договорились. Будем встречать его на нашей земле. Так, передаем все силы великому Тарасауру второго уровня. Он, в свою очередь, как матрешка Салмиру. Вот. А, у нас сейчас опять не передашь. Ага, ага. Ну, сейчас сгруппируем немножко войск, и все получится. Ага. А джины вроде быстрые, но они очень слабые. То есть, один удар единорогов, и все. Вот. Поэтому даже не знаю. 19 каргули, наверное, смотрятся получше. Ага. Так, еще горгульку забыли. А! Горгулька не передается, может, она не улучшена. Действительно. Тарасар все в снег. И чего? Алагар отходит. Ну, и будем ждать, видимо, в нашем замке Вайтстоун. Тут оно и случится. Наша ледовая побоище. Вот. Всю сторону пока не совсем понятно. Но посмотрим. Давайте так, наверное, да? Рыцари, что ли, еще взять следующим ходом? Ну, опять же, за кого? Големов вряд ли. Ну, и ход противника. Я думаю, я знаю, что будет делать Мефала. Сейчас посмотрим. Ну, да, вот она. Прыгает по свежему снежку. Радуется его хрусту. Хрум-хрум. Хрум-хрум. Наша смерть идет. Ну, может быть, не все так грустно. Сейчас посмотрим. Но армия против нас собирается серьезная. И болотная, и эльфийская. Все на нас. Эх. Еще немножко ускорю повествование. Мы чуть передоговорились с Триландером. Он нападает на меня, но я не в замке, а в чистом поле. Мне показалось, так будет честней. Ну, и последняя битва. Без правил, без запретов. Уходит только один. Кто победил, тот победил. Ну, что ж, финальная-финальная битва. Бьют барабаны, кони фырчат, адреналин зашкаливает. Эх, да, перед битвой я сдал кольцо фамильное на опыт, чтобы получить лишний уровнек. Посмотрим, пригодится ли. Армия у Триландера, в принципе, не сказать, что буш очень грозная. Но, конечно, больше, чем у нас. Ну, и эти боевые характеристики 7-10, да. То есть, в наших книгочейских легендах башни стесняются больше 5-5 даже в легендах писать. А тут 7-10. Ну, и к тому же, там, какой-то, не знаю, там, 18-20 уровень. То есть, стальная кора, ее специализация прямо уф. Ну, чего делать? Ничего, будем уповать на магию, на хитрость. Ну, и с ландшафтом нам, конечно, тоже подвезло. Так вот, сразу. Хе-хе, да-да-да. Дуратки ландшафты, именно так. Ну, по мне, так норм. Вот, с ландшафтом повезло, и это хорошо. То есть, они все одновременно ударить по нам, наверное, не смогут. Как бы они сейчас не группировались. Вот. Ну, единственное, я бы, наверное, поменял на его месте бычков с драконом. Может, драконы-то все равно долетят. А бычки нет. Но, дело его. О, пошло. Замедление. Замедление, конечно, это очень неприятно. Ходят драконы. И, да, когда-нибудь я научусь, как ставить войска так, чтобы они могли драконы ударить сразу по двоим. Просто подлетают и сдувают. Эх, ну, ладно, не страшно. По магам 350 урона было, по магам 150. Ну, туда-сюда. Горгули, кстати, на них не наложилось заклинание замедление. Это чудесно. Потому что у нас есть атласные черевички. 15% сопротивляемости магии. Чего делать, чего делать? Ну, давайте подумаем, кого высекать. Наверное, вычеркивать надо будет... Кстати, да? Наверное, надо будет вычеркивать единорогов. Вот. Уж слишком их много. Вот. А 4, наверное, они не так уж и сильно страшны. Горгули вперед, чтобы отвлечь бычков. Вот. Ну, и потом закрыть эльфов. При желании. Единороги, куда вы пойдете? А вы вперед. Ну, давайте-давайте. Хорошо. Угу. Так. Эльфы. Убивают горгули. Все правильно. Бычки отвлекаются. Но они не... Нет, к сожалению, они убивают. Причем с большим запасом. Жаль. Но зато хоть отвлекли. Наги носят 27 урона. У-ху. Это наги, друзья. Это наги. Вот такое их выступление. 30 коряк. Не знаю, где он их там нашел. В каком заколдованном лесу. Но, да. Гиганту не поздоровилось. Жаль. Маги, наверное, подождут. Подождут. Бить по дракону абсолютно бессмысленно. Да. Даже если встать так, чтобы он дунул на коряк. Все равно бессмысленно. Голема единственное, кто может позволить себе лупить по единорогам. Потому что 4 единорога это не очень много. Вот сейчас еще маги впишутся. Может еще одного убьем. Да. Отлично. А в целом бить руками для нас уже вообще не кумильфо. Потому что, ну да. Совсем уж как-то слабенько выходит. Так. И мы опять грамотно подстроились. Отвлекают тут. Да, ничего страшного. Пусть побольше отвлекает. О, магию земли решил он положить. Заклинание на себя защита. Чтобы наш взрыв был не 1300 урона. А там немножко меньше. Типа там 650. Ну, хорошо. Хорошо. Мне кажется, мне и этого тоже хватит. Вот. Так. А зачем я построил со внизу опять маги и лучники на одной линии? Ничего не понимаю. А он, кстати, этим не пользуется. Видимо, собирается корягам место оставить. Ага. 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 А нет. Решил этими. Ну, ладно. Хорошо. Нам же в плюс. Соответственно, нас блокируют сейчас пегасы и единороги. И они оба бьют довольно слабо. Коряги далеко. Бычки далеко. Вот. Ну, эльф, конечно, близко. Вон почти всех убили. Но армия уже не остается. Но у нас есть козырек небольшой. Хе-хе-хе. Я ждал для этого. Копил интригу. 48, кстати, элементалей. Ну, поехали. Вот по 5 пегасиков понемножку будет. Что, будет интересная реакция нашего оппонента? Мне кажется, он не успевает их замочить. Сейчас посмотрим. Коряги, думаю, сцепятся с элементалями. Потому что, ну, а куда еще? Баллисты, они думают, что его тревожат. До остальных он не доходит. Вот. Так что, да. Чего он выжидает? То ли осознает, что у меня еще много элементалей. И очень много маны. То ли тянет паузу по Станиславскому. Не знаю. Давайте сейчас посмотрим. Может, просто по работе отвлекают. Видите, это я тут как бы сижу, играю. Весь сосредоточен. А у человека эти дела. Так, отлично. Убивают всего лишь 12 элементалей. Хо-хо-хо. Не зная броду, не суйся в воду, так сказать. Это правильно. Это хорошо. Ну и, мне кажется, следующим ходом мы вызовем еще немножечко подкрепление. Почему бы нет? Основная армия, конечно, уже несколько поеды стрепалась. Но, чего? Ничего страшного. Вот. Ну и он, видимо, думает, как бы так ему изящнее подойти и чем поудачнее ударить. Потому что драконы сильны. Но их всего два. Единороги блокируют. Видимо, их надо будет отводить и бычков пускать вперед. И тогда у него будет шанс. А нет, он решил потратить последнюю, кстати говоря, ману на клон. Не уверен, что это самое хорошее решение. Но ему виднее. Вот. Это я от него все время бегаю. За елками прячусь. Но, как бы да. Бьет так, бьет сяк. И причем он, ага. Он отградил свой клон туда. Не до конца понимаю. Ну, ладно. Может быть, тоже несколько нервов берут свое. И вот бычки сейчас подходят. Вот бычки нам сейчас зададут, к сожалению, жару. Да, големы падают. Остались. А, остались только баллиста до элементали. Но ход наш. И это все хорошо. Так. Предлагаю вызвать еще. Еще немножечко. Вот. Я очень надеюсь, что он не будет успевать убивать всех элементалей. А я, в свою очередь. Так. Три смана. До свидания. Я буду вызывать новых, новых, новых. И потом на определенном этапе буду кидаться взрывами. Ман должно хватить. Ну, и вообще-то, все логически, конечно, несколько изматывает. На мой взгляд. Ну, давайте. Смотрите. Подходите. Надо написать веселый смайлик. Потому что я уже кое-что почувствовал. Коряги. Ну, кому, по кому вам махнуть, мне кажется, понятно. По элементалям воды. Выбора особо нет. Он по листу даже 20 ровно носит. Ух. Хорошо. Дракошки. Дракошки. Ну, дракошки, кстати, боятся бить снизу. Потому что они могут задеть своих пегасов или даже деревяшек. Поэтому бьют по верхним. В принципе, да. Осязаемо понятно. Так. Пегасики отходят. Но бычки смогут подойти. Но смогут подойти только к нижним. А верхних они никак. Угу. Хорошо. Здорово. Заклинание работает на все 100. Я очень не люблю вызов элементаля. Но, видимо, вот в этом том самом случае это было хорошее решение. Вот. Ирландер пишет. Да блин. Ну, да. Как бы. Пегасы, до свидания. Вот, оказывается, мать земля. Те самые снеговички, про которых я говорил несколько ходов назад. То, что, дескать, мы их с снега вылепим. И они будут за нами воевать. Видимо, вот они. Их благословенное присутствие. Вот оно. К сожалению, стоим в линию. Ну, ничего страшного. Ага. По-моему, кстати, мог ударить и сверху тоже по двум. Но, может быть и нет. Не знаю. Так. Ну, вот, да. У него. Ему не удается бить весь наш стэк полностью. Вот. И мы вызываем новых и новых. А он постепенно истощается. Силы у него заканчиваются. На это и расчет. Битва, конечно, долго идет. То, да. Мне кажется, противник думает, что можно сделать, как поступить, чтобы за один ход убить всех моих элементалей. И я не смог вызвать новых. И возможно ли это теоретически. Ну, на самом деле, да. Я немножко понимаю, что получается какой-то сизифов труд. Да. То есть, чувак из древнегреческого мифа тащит огромный валун на высоковоскую гору. Но перед самой вершиной валун падает обратно к подножью. И приходится все заново делать. Вот. Ну, не знаю. Если честно, у меня вот сейчас не возникает никакой мысли, как можно сделать что-то вот иначе. Поэтому вот бычки дышат на элементалей своим несвежим дыханием. Ну, а элементали вызывают новых. Ну, и нашего полка прибывает. А, он пишет, что по работе отвлекает. Ну, все понятно. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы он там резко не выкинул какой-нибудь козырного туза. Из-под снега там возник какой-нибудь там белый дракон, который бы напал на нас и всех победил. Вот. Надо написать ему no worries. То есть, все хорошо. Не переживай. Вот. Так. Ну, и да. Идет. Идет битва. Дракончики дышат. Сейчас, наверное, еще попробуют. Ага. А между тем, дракончиков-то уже три только. А не четыре, как было. Вот. А наши силы только растут. Ах. Эльфы, эльфы. Ох. Удачливо убивают двоих. Все верно. Ну, конечно, можно вызвать еще. Но с другой стороны. А давайте попробуем создать небольшую интригу. Взрыв. Кстати, всего девять. А, ну, потому что у него магия земли. Он наложил на себя защиту. Поэтому урона 690. Вот. Салмир чувствует, что как-то вот все не в его пользу. И предлагает нам удрать. Вот. Опять мудрая баллиста, похоже, дает нам свой прекрасный совет. Но нет. Мы держимся. Так сказать. Да. Кстати, у него пропала защита от магии земли только сейчас. И вот сейчас взрыв бы убил вдвое больше аж бычков. Черт возьми. Ну, ладно. Что сделано, то сделано. Так. Он почти. Вот чуть-чуть ему не хватает. Да. Я сказал в надежде. Но сейчас увиделось, что да, ему чуть-чуть не хватает убить. 8 элементалей. Ну, и я вызываю новых. Все как бы хорошо. Все правильно. Обмениваю себя выстрелами баллисты. Ну, а не так скорее, конечно. Больше для виду. Вот. Ну, два одинорога. Я думаю, не страшно. Дракончикам, по-моему, не подлететь. Там коряга. Вот. Поэтому он полетел на баллисту. На беззащитную баллисту, которая не даст ему отмашки. Эх. Ну, да. Развалили. А чего делать? Ладно. Эльфам везет. Бычки. Тоже, кстати, наносят удвоенный урон. Неприятно. А давайте, чтобы, наверное, не получить коряги по лицу, сделаем взрыв на ангусов. Ну, заодно мрамор на эстейке попробуем. И сами, тыр-тыр-тыр, убежим. Вот. А 27 размороженных снеговичков, мне кажется, что не выйдут ни драконом, ни застрелять эльфам. Я думаю, все будет нормально. И мы снова будем ходить следующим ходом перед корягами. И сможем вызвать подкрепление. Вот. А со взрывом пойдет немножко получше динамика. И бодрее смотреть. И, ну, мана тоже, на самом деле, не бесконечна. Вон уже 170 только осталось. Вот. Только, блин, 17 урона наносят 12 элементалей по золотым драконам. Ха! Ничего себе. Вон, 400 урона наносят деревяшки. Ну, вот как бы, как бы да. Разница налицо. Угу. Ну, эти 66. Замечательно. Продолжаем, продолжаем. Нарошки, подходите. Угу. Стрелами стреляют, огнем выжигают, рогом тычут, копытами топчут, корягой по лицу пытаются ударить. Вот. А мы все никак не умираем. Как тараканы в 90-е. А, хотим эльфов, наверное, убить. Но, вот, у противника брелок отрицательности. Поэтому, давайте, наверное, кинем эту водяную молнию, которая болт. Ага. Ну, 300 урона, как раз 20 эльфов. У них по 15 жизней. Поэтому, в аккурат. Немножко уже экономим ману, потому что, ну, да. Мало ли как оно. Не могу пока подрассчитать, сколько нужно взрывов на корягу. Давайте попробуем экспериментальным путем. Истина познается эмпирически, да. Известный, естественно, научный подход. Ну, кстати, хорошо. 21 дендроид умер. Вот. Ну и, да. Этих ребят тоже осталось уже совсем немного. А мы тихонько подбираемся к баллисте. Видимо, она наша главная цель. Или к палатке. Где я подозреваю, что должна быть мифола. Вот. И сразу выиграем всю битву, сдув палатку. Ну, к сожалению, так не бывает. Но в наших мечтах. Дендроды настолько суровы, что могут оплести своими корнями даже сквозь вечную мерзлоту. Ну, на которую я жаловался. Мол, у нас зима, ничего не растет. Поэтому такие злые. Вот. Не помидорчика свежего, не редисочки кусить. Давайте, наверное, усыпим драконов. Сколько можно им уже летать. Раздражают крайне. Это причем как бы не комары, да, там в августе. Это, блин, золотые драконы. А дальше... Не знаю. Мне кажется, надо сейчас тоже что-нибудь колдовать. Как-нибудь, может, поэкцентричнее закончить эту битву. Так, 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 так. А давайте Армагеддон. Почему бы нет? Ага. Э. А, то есть у него все-таки было... У него было сопротивление. И каждый раз, когда я кидал по нему взрыв, он думал, вот сейчас у нас работает. Сейчас у нас работает. Ну, надо же, как интересно. Интересно, конечно, какого у него уровня было. То есть там третьего или первого. Вот. Но прикольно. Так, ну все. Как артефакты, там, опыт и прочее. Такая вот механика игры. Остался без армии. Пропал. Дальше мы играть не стали, просто уже морально не смогли и решили оставить вот такую открытую концовку. А вы знаете, мне кажется, только Мефала и Сталомир хотели войны. И после их смерти наши нации все поняли, взялись за руки, на карте настало мир и благоденствие. Вот такая вот концовка. Большое спасибо, что посмотрели. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто по-настоящему должен был победить из этих вот розовых соплей про мир во всем мире. Огромная благодарность тем, кто поддерживает канал. И до скорых встреч. ПВП еще будут. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ